Ирина, Ирина, что происходит? Я был тебя вкуснел! Помоги! Черт, держи его! Это не мое, не мое, не мое! Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская, и со мной сегодня снимается моя собака Лаки. Ставьте лайки-лаки и подписывайтесь на мой канал Ясинская ПЭЦ, где я показываю, как я дрессирую лаки. Ну, а сейчас, ребята, будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, но перед началом все ваши три самых крутых комментариев. Погнали! Раз, два, три! Пау! Молодцы, ребята, что пишете мне так часто и так много. Все комментарии я читаю, ну, а самые лучшие попадают ко мне в видео, ребята. Сегодня мы покупаем. Наконец-таки, ребята, появились в Даркнет живые игрушки Гринча. И сейчас у меня здесь в конверте, ребята, мы приехали специально сюда, в заснеженную такую чащу к нам, в Дом Мистики, потому что менеджер сайта Даркнет сказал, что Гринчи я привезу вам только в лес, потому что мало ли что может произойти. Короче, смотрите, ребята, я сделала, чтобы снегом не намочилось, сюда положила, короче, доллары. Видите? Доллары за Гринча. Чтобы снегом их не намочило, я их упаковала в фольгу, она влагонепроницаемая. И сейчас мы пойдем в то место, где мы договорились с менеджером сайта Даркнет, где я оставлю денежки. Вот черт, надо поаккуратнее. Да, ребята, здесь все замело, и то наше место, где наш дом на дереве, мистический дом, где я оставляю, его практически замело. Но нам деваться некуда, ребята. Нам придется сквозь этот снег, который здесь навалил, переться и оставить там эти деньги. Иначе нам не получить Гринча просто никак. Дим, нам придется пробираться. Здесь по колено просто снега. Я не знаю, мы сможем. Мы, наверное, не сможем дойти, но мы попытаемся, ребята. Очень глубоко, очень аккуратно. Прямо валенки засыпаются, где ими снег. Дим, покажи свои валенки. Просто чертеж. Валенки по колено. Метр, наверное, снега выпало. Смотри, смотри, как лаки. Смотри, лаки полностью в снег погружаются. Целый метр. Тут без варианта. У нас очень много выпало снега. Но деваться некуда. Денежки мы оставим на нашем месте. Главное, туда пробраться. Ребята, я еще никогда не ходила по такому снегу, когда так много навалено. Напишите, кстати, в комментариях. В вашем городе выпало столько много снега. О, чёрт. Так, я даже не знаю. По-моему, вот здесь тропинка. Хорошо лаки нам немного. Прочищай такие ямки прыжками. Остался совсем чуть-чуть. Так, всё, мы совсем дошли. Ребята, за такой путь, я думаю, давайте на этом видео соберём 10 тысяч лайков. Потому что это реально живая игрушка Гринча. Я оставляю здесь денежки на нашем старом месте. Ну, точно сегодня здесь никого не будет, кроме нас и менеджера сайта Даркнет, и нашей живой игрушки Гринча. Я думаю, что он будет реально страшный. Сейчас я включу фото, сделаю фотографию и отправлю менеджеру сайта Даркнет то, что мы денежку положили, ребята. И сейчас подождём. Вернёмся обратно. Подождём, когда принесут нам посылку с сайта Даркнет. Мы подождём, а вы увидите это буквально через минуту. Итак, ребята, посылка уже пришла к нам. И смотрите, что мы заметили. Здесь роспись менеджера сайта Даркнет. И она, видите, какая-то кровавая, ребята. Реально похожа на роспись. Мы долго стояли с Димой и не понимали, как это можно расшифровать. Я вот, например, вижу тут букву Н. Типа, может быть, как это фамилия называется на Н. Я, короче, не знаю, ребята. Посмотрите, как вы считаете, что это за роспись. Какая-то буква Лаки, нельзя. Но вот и сам Гринч. Лаки, да нельзя. Господи, перестань, пожалуйста. Лаки переживает. Видимо, Гринч реально очень опасный. Нельзя прыгать. А вот и сам Гринч, ребята. Потому что, видите, он обмотан какой-то ёлочной игрушкой. Давайте прямо здесь его распакуем. Смотрите. О, как всё красиво. По-новогоднему. Потому что Гринч, Гринч, он похититель Рождества. Посмотрите, какой это кулёк. Видимо, ладно. Мне не терпится, ребята. Давайте соберём 10 тысяч лайков. Я знаю, вы можете. И совсем скоро на моём канале будет 500 тысяч подписчиков. Это полмиллиона, ребята. Это очень круто. Я знаю, что вы будете ставить лайки. Ваша любимая королева мистики. А я в ответ буду отвечать вам на комментарии. И также буду отвечать вам в комментариях под моими постами. В инстаграм. Нижнее подчёркивание. Ирина Ясинская. Не забывайте также подписываться на мой ТикТок аккаунт. Там уже тоже скоро. 100к подписчиков. Ясинская, 58. ТикТок, Инстаграм и Ютуб. Ваши королевы мистики. Так, отлично. Распаковываем Гринча. Гринч. Офигеть, ребята. Это реальный Гринч. Смотри, как живой. Живая игрушка Гринча. Это такой Гринч, который сидит на полке. Это такая полочная игрушка. Обалдеть. Я уже чувствую, что что-то внутри этого Гринча. Но для того, чтобы его оживить, мы отправимся к нам в дом нашей мистики. В страшный дом, где просто чешит. Чешит. Как это кишит? Мистика. Там очень много мистических предметов. И при помощи одного из них я оживлю эту куклу Вуду Гринча. И посмотрим, что же получится. Погнали. Так, взять. А? Прижала? Да, давай Гринча. Молодец. Прям за голову его. Хо, отдай. Лаки, взять Гринча. Смотрите, какая полезная игрушка. Она понравилась. Лаки, кстати говоря, ребята. Лаки очень любит приносить игрушки, мячики. Отдай Гринча. Нам еще его нужно разрезать. Все, пойдемте. Блин, афигеть просто сколько снега. Ребята, я вообще в шоке. Снега просто куча. Друзья, вы когда-нибудь видели столько, столько снега? И настоящего Гринча. Он нереальный. Посмотрите, просто у Димы. Дима утопает так же, как и я по колено снегу. Ладно, увидимся с вами сейчас прямо в доме Мистика. Итак, ребята, я приготовила три рисунка Гринча. Лаки, слезь со стола. Лаки, нельзя. Место. Три рисунка Гринча. На каждом из них мы напишем. Гринч, оживи. Гринч, оживи. Лаки, нельзя на стол. Все. Короче, давайте приступать к обряду. Лаки, нельзя. Лаки, все тебе поставили лайк. Вот у нас Гринч. И на трех листочках мы пишем. Так. Гринч. 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 Оживи. И здесь также пишем, друзья. Гринч, Гринч, оживи. И на третьем рисунке трижды повторяем всегда. Гринч, Гринч, оживи. Так, друзья, теперь осталось три раза произнести. Гринч, оживи, Гринч, оживи. И он должен ожить. Погнали. Гринч, оживи. Гринч, оживи. Гринч, оживи. Черт. Друзья, он пропал. Гринч. Гринч ожил. Слушай, пошли его искать. Гринч. Куда-то делся Гринч, друзья. Блин. Ну, чего мы хотели? Мы хотели, чтобы Гринч ожил. Потому что это реально живая игрушка. Теперь нам осталось ее поймать. Когда поймаем, ребята, нужно будет разрезать эти три листка, чтобы заклинание перестало работать и вынуть. Все, что находится внутри Гринча, все то, что делает его живым. Гринч. Гринч. Черт. Гринч, ты где? Гринч. Эй, Гринч. Может быть, он вверху? Гринч. Блин, а если он убежал в лес? Ребят, нам никогда его там не найти. Гринч, похититель Рождества. Ты где? Я знаю. Лаки. Лаки, ищи, где Гринч. Лаки, ищи Гринч. Ищи. Ищи. Черт. Гринч. Лаки, мячик. Тихо, нельзя. Вот он лежит. Как он здесь оказался? Лаки, хватай Гринча. Лаки, Гринч. Гринч. Лаки. Лаки. Мячик нашла. Гринч лежит. Лаки, Гринч. Эй. Гринч, ты живой? Слушай, как он здесь оказался? Я боюсь его поднимать. Гринч. Гринч. Слушайте, ну не мог же он просто исчезнуть. И оказаться неживым. Заклинание должно было подействовать, ребята. Гринч. Ирина, Ирина. Черт, убери его, убери. Черт, черт. Я не могу достать. Лаки, охраняй, Гринч. Ирина, Ирина, что происходит? Ирина, он тебя покустал. Помоги. Черт, держи его. Выброси, выброси. Держи, это не мое, не мое, не мое. Лаки. Черт, посмотри. Черт, он реально был живой. Он напал, ты все в крови. Да, походу, я пережала ему тут кнопку. И это то, что оживляет этих игрушек. Это их краска не мое. Я очень сильно ударилась головой. Все, Лаки, уходи. Нужно разрезать Гринча. Нужно разорвать. Он живой. Он живой. Гринч, скажи что-нибудь. Гринч, я знаю, ты живой. Гринч, я знаю, ты живой. Отпусти меня. Отпусти меня. Не смей меня разрезать, как моих друзей. Ты у меня получишь. Отпусти меня, не смей меня разрезать. Черт. Все, ребята, вы убедились, что он живой. Он реально говорит. Сейчас я выну все из твоего живота, чтобы ты не был больше живой игрушкой. Понял? Посмотрите, какие у него глаза, ребята. Это просто жесть. Он реально живой, ребята. Я не ожидала этого. Даже после всего того, что произошло там на снегу. Он все еще говорит. Давайте погнали, ребята, скорее в дом. Так, черт. Смотри. Нужно разорвать первый листок. Гринч, умри. Раз. Гринч, умри. И третий. Гринч, умри. Все. Все. Отлично, друзья. Мы справились. Это было очень сложно. Я оборвала заклинание. И теперь, ребята, нам нужно все достать с того, что внутри Гринча. Нам нужно его разрезать. Ну все, Гринч, теперь я тебя разрежу. Хорошо, что ты уже не живой. Разрезаем Гринча, друзья, прямо на ваших глазах. Наконец-то мы покончим с этим похитителем Рождества и похитителем Нового года. Больше он у нас ничего не сворует, никаких игрушек. И так внутри очень много пуха. Друзья, я что-то нащупала. Черт, посмотрите. Это вытекает, как обычно, жидкость. Красная жидкость, которая оживляет эти игрушки. И я достала оттуда. О, черт, это красный новогодний шарик. Видимо, он украл его с какой-то елки. И это что, единственный атрибут, который делал Гринча живым? А нет, ребята, подождите, здесь еще какая-то палочка. Прямо из головы торчит. Сейчас, сейчас я ее достану. Сейчас, друзья, сейчас осталось чуть-чуть. Слушай, неудобно. Пойдем выйдем на свет. Он все равно уже не сможет никуда убежать. Смотрите, друзья, какой-то костяк. Можно сказать, туловище, которое внутри Гринча. Что это? Слушай, это похоже на бенгальский огонь. Слушай, в предыдущий раз, когда мы зажигали этот огонь, игрушки живые оживали, пока горел этот фитиль. Посмотрим, что скажет Гринч нам на прощание. Положим его сюда. Так, спички где-то должны быть, спички. Вот они. Мы разжигаем печь, чтобы было теплее в доме. Спички у меня всегда с собой. Ну что, если что, держи Гринча. Если загорится. Не горят мокрые, держи. Они намокли. Погоди. Дай сюда. Не знаю, загорится или нет. Не получается что-то мокрое. Подожди, весь коробок ему. О, черт. Гринч. Слушайте, может он притворяется. Эй, Гринч. А-а-а! Черт! Ребята, видите, он опять ожил? Черт! Надо держать его пока, пока горит этот петиль. Нет, тихо, тихо, тихо. Слушайте, он оживляет. Все. Черт, ребята, это реально работает, когда горит эта свечка живой игрушки. Даже несмотря на то, что внутри их ничего нет. Они оживают. А возможно, они просто притворяются. Я не знаю, напиши в комментариях, как думаешь ты. А с вами была я, королева мистики. И сегодня мы разрезали Гринча в 3 часа дня, в самый дьявольский день на русскоязычном ютубе. Пока!